Друзья мои, всем привет, на связи Антон Рожновский. Сегодня мы поговорим с вами о том, что же будет с рублем в 2020 году. Во-первых, я хочу напомнить вам о самом главном. Никогда не торгуйте валютной парой, которая является малоликвидным. Самая адекватная валютная пара для профессионального спекулянта – это высоколиквида. Соответственно, это евро-доллар, это может быть золото, это может быть фунт-доллар, другие валюты, другие инструменты, которые действительно постребованы, которые есть просто предложения. Если мы говорим с вами про рубль, то ни в коем случае не имеет смысл, рассматривать его в формате какого-то технического анализа. Есть ребята, которые за это берутся, но я бы не стал так рисковать и хочу дать вам наиболее адекватную, наиболее актуальную информацию о том, что стоит держать свои сбережения в рублях в 2020 году. Итак, поехали. Первый из самых главных аспектов – это то, что мы являемся основными экспортерами нефти и газа за рубеж. Для нас нет никакой выгоды, чтобы наша национальная валюта была достаточно крепкой. Так делает Япония, так делает Китай. И многие другие страны, которые являются экспортерами товаров за рубеж. Если мы говорим про то, что рубль не является высоколиквидным активом, это означает то, что на него нет большого спроса и предложения. Любой финансовый институт может повлиять на рост или падение валютного курса, просто ввалив туда огромные объемы денежных средств. Прогнозировать подобные пары не имеет никакого смысла, потому что они достаточно политизированы, достаточно манипулятивны. И говорить здесь про какой-то честный спрос и предложение, я бы точно не стал. Также стоит не забывать о том, что нефть и газ у нас покупаются в доллар. И уже в дальнейшем эти доллары конвертируются в бюджет, а бюджет у нас состоит в рублях. Соответственно, из бюджета платится зарплата, из бюджета содержится экономика. И если мы за один доллар будем получать меньше рублей, соответственно, будет очень плохо для экономики и для ВВП в том числе. Следующий момент и новость, такой некий слушок, который проходил весной и летом еще этого года. Речь идет о том, что американские фонды закупали нашу валюту, торговали, соответственно, инвестировали в нашу экономику. Об этих позициях в скором времени прознали. И по неподтвержденной информации этих ребят мариновали очень долгое время, пока они не закрыли свои позиции достаточно крупным убытком. А стоит ли говорить, что несмотря на то, что это могут быть просто слухи, уже доверие инвесторов к нашей экономике, она достаточно снижается. Если снижается доверие инвесторов, соответственно, рубль перестают покупать. Если товар не пользуется спросом, чему я вас долгое время учил, соответственно, говорить о том, что рубль будет укрепляться по отношению к доллару, ну вот точно преждевременно, особенно с учетом того, что для нашей экономики, ну, наверное, не очень круто то, что доллар будет, собственно, падать по отношению к рублю. Нам нужно получать больше рублей. Ну и, конечно же, вся эта история, будь она правдой, она бы подтверждала то, что именно на российском рынке действуют достаточно такие манипулятивные истории, где если управляющая рука захочет, то она обнулит любые позиции и сделает, собственно, с ними все, что угодно. Следующий еще немаловажный момент, не знаю, связан с этими слухами или нет, но новый пакет санкций включает в себя запрет на покупку российских облигаций. Это означает, что уже законодательно, санкционно запрещено покупать российские облигации. И, разумеется, рублю от этого тоже хорошо не остановится. И пока вся эта история с санкциями продолжается, пока продолжается история постоянного заработка на экспорте, говорить про то, что рубль является надежной валютой в формате того, чтобы хранить ваши сбережения, ну вот прям точно нет. Если вы хотите надежно хранить свои часто заработанные деньги, то я рекомендую просто разделять между двумя валютами. Валюта эта называется евро и доллар. Та самая валютная пара, под которую мы делаем все наши торговые роботы и которую я максимально рекомендую всем начинающим трейдерам, которые проходят нашу школу тренинга. Поэтому, друзья мои, самый лучший вариант для вас это разделять свои накопления между евро и долларом и жить себе спокойно. Потому что все это время эти валюты болтались в каком-то боковичке, но они достаточно всегда стоят стабильными. Про рубль, так сказать, нельзя, потому что в любой момент, в любой месяц по желанию какого-либо финансового института мы можем, собственно, увидеть резкий там рост, резкое падение рубля. И все это очень непрогнозируемо. Если мы говорим о том, чтобы сохранить свои накопления в надежных, так скажем, руках, то однозначно это все те же самые известные европейские и американские валюты. На этом у меня все, друзья. Ставьте лайк, пишите свои комментарии, что вы думаете на этот счет. И до встречи в новых видео в выпусках. Пока! Не забудь подписаться на этот канал. Субтитры сделал DimaTorzok